Старые порядки меняются повсюду, и счастливы те, кто могут меняться с ними, сказал отец современной медицины Ульям Ослер. Химиотерапевтическое лечение, которое когда-то проводилось только в больничных условиях, в настоящее время все больше проводится в амбулаторных условиях, таких как онкологический кабинет, амбулаторное отделение больницей или иногда на дому патента. Этот звик произошел в начале 90-х годов под воздействием оценки правительственных финансовых затрат, как дополнение к безопасности, удобству и комфорту введения химиотерапии на дому, в результате которого оказание медицинской помощи в пользу амбулаторных условий стало доминирующим. Мы, наконец, научили считать деньги. Нет, я... Пожалуйста, обратно, девочки. Пишу. Извините. Нет, нет, обратно, обратно. Четвертый слайд, пожалуйста. Четвертый слайд. Вот, 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 вот. Мы научились считать деньги. Преимущества амбулаторной химиотерапии значительнее, и для большинства патентов число положительных результатов амбулаторной химиотерапии значительнее выше. Это возможность продолжать работать. Это удобство введения лекарств, желание пациента избежать госпитализации, привычное место для получения химиотерапии повышает физическое и психологическое благополучие пациента, избежание дополнительных расходов за оплату жилья и контроль затрат на лечение. Обоснования для применения химиотерапии в условиях статианара – это только высокая доза цисплотина, индукционная терапия при острой лекемии, химиотерапия, требующая специальных методов введения, например, артериальная химиотерапия, комбинированная химиотерапия, сопутствующие другие серьезные заболевания. Структура отделения амбулаторной химиотерапии включает следующие функциональные площадки – вход, приемная, зона ожидания, комната для проведения консультации, место для хранения документации и канцелярии. И площадка для проведения химиотерапии – это изолированные комнаты, кресла или кровати, ванные комнаты и комнаты для хранения цитостатиков. Вот пример дневного статианара. Я этого видела в Тегеране, и дизайн и комфорт очень мне понравился. Дневной статианар в Армении проводится при раке молочной железы, раке легкого, особенно определении мутации и назначении пероральных таргетных препаратов, к астронинтестинальном раке, ну кроме, конечно, многодневных курсов по типу фольфиринокс и раке мочеполовой системы. Я бы хотела представить вам устройство, предотвращающее выпадение волос – Paxman Coolers. Преимущество предотвращает повреждения волосяних фолликул, положительно воздействует на психику пациентов и высокий уровень комфортности. Есть свои показания и противопоказания, но противопоказаний очень мало. Там в основном метастазы в кожу головы, предстоящая процедура химиотерапии по лечению рака костного мозга или облучения головного мозга. Три независимые обзорные исследования продемонстрировали эффективность системы в области предотвращения потери волос, вызванной применением химиотерапии при различных схемах. Лишь небольшое число пациентов прекратили процедуру охлаждения. В отделении химиотерапии медицинского центра Эребуни в Армении с 2016 года получили лечение с помощью Paxman Cooling Scalp 154 больных. Из них только 4 больных отказались от охлаждения по поводу дискомфорта, а у 75% сохранение волос составило до 95%. Вот у нас красавица больная, в состоянии после 8 курсов химиотерапии с токсанами и с антрациклинами. И у нас тоже больная с раком яичника, в состоянии после 8 курсов химиотерапии. У них все волосы, как видите, сохранились. Поддержка любимого, вот что необходимо для онкобольных. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.